Павел Андреевич Федотов Павел Андреевич Федотов родился 4 июля 1815 года в Москве. Жизнь этого человека была очень короткой, но насыщенной разными событиями. Большая семья юного художника жила в маленьком деревянном домике. У мальчика были две старшие сестры. Мама Наталья Алексеевна была домохозяйкой, а отец Андрея Ларионовича – чиновником и титулярным советником. В 11 лет молодой Павел отправился в московский кадетский корпус – школу для военных, которую он закончит с отличием. Там любимыми его предметами стали история, литература и немецкий язык. В военном ремесле мальчик делал успехи. В 1830-м он стал унтер-офицером, а в 1833-м – фельдфебелем. После четырех лет службы юный офицер начинает посещать вечерние курсы рисования в Академии художеств. Невероятная усидчивость, терпение и старания привели к хорошему результату. Уже через пару месяцев молодой художник мог точно в деталях рисовать части человеческого тела. Павел Андреевич очень часто рисовал, и его картины с каждым разом становились все красивее и реалистичнее. Рисовал он в основном карандашом или акварелью. Живопись так захватила молодого человека, что он писал картины везде – дома, на работе, на прогулках, рисуя товарищей и коллег, и даже незнакомых людей. Продавая эти картины, он получал деньги, которых ему так не хватало. Одной из первых и серьезных работ стал портрет его отца Андрея Илларионовича Федотова, который был подарен родителям. Посмотрев на это полотно, сразу чувствуется огромная любовь и уважение к родителям. Посмотрите, перед вами добродушный стареющий солдат, который всю жизнь верно служил Российской империи, и отец огромной семьи, который делает все, чтобы прокормить ее. Положив шляпу на стол, мужчина протирает очки перед тем, как начать читать газету про военные новости «Русский инвалид» за 13 декабря 1833 года. Это день отцовской гордости, ведь именно сегодня его молодой сын заканчивает военное училище с отличием. Кстати, для многих из вас покажется странным название газеты «Русский инвалид». На самом деле все просто. Инвалидами раньше называли людей, которые воевали, то есть на современном языке ветеранов. Поэтому современное название газеты звучало бы так – «Русский ветеран». В 1838 году, всего за три месяца, молодой художник пишет картину «Встреча великого князя». За эту картину сам князь Михаил Павлович подарил художнику перстень с бриллиантом за талант и точность деталей. Но вместе с перстнем он получает от князя и ходатайство о завершении военной службы и посвящении себя живописи. Такое решение было для Федотова шоком, ведь придется оставить привычную службу, а как художник он был еще неопытным. Спросив совета у Брюлова, Павел Андреевич услышал неутешительный ответ, что техника его слабовата и наверстать ее будет очень сложно. И все-таки начинающий художник после долгих раздумий в возрасте 29 лет вышел в отставку. Федотов очень дружил с семьей своего сослуживца, Ждановичей. Он часто бывал у них в гостях, играл на флейте, гитаре, фортепиано и рассказывал присмешные истории с серьезным видом. Семья Ждановичей очень дорожила дружбой с ним. Как отражение этой дружбы нам остались замечательные портреты членов семьи. Как-то особенно ярко писал художник людей, как будто бы был какой-то секрет. А секрет этот был на самом деле. Каждый раз, когда он начинал писать людей, он что-то шептал на кисть или карандаш. После чего люди на полотнах будто оживали, и время останавливалось. А шептал он слово «люблю». Он любил каждого из героев своих сюжетов. Вы подумаете, разве можно любить пафосного бездельника-аристократа, который тратит состояние, нажитое его предками, «И как результат, на завтрак только один кусочек хлеба». Дорогой интригер комнаты, украшения на руке, золотая скульптура на столе и другие предметы роскоши, выставленные на показ – это не больше, чем желание создать впечатление, обеспеченное жизнью. Его дорогой пудель уже громко лает, почуя в гости. Хозяин испуганно и торопливо прикрывает книгой свой не совсем богатый завтрак. Пусть посетители увидят только одну упаковку от устриц. Но кисть Павла Андреевича на самом деле с любовью изобразила этого безобидного обманщика. Каждый, кто увидит его, улыбнется, но не злой и презрительной улыбкой, а понимающей и снисходительной. Согласитесь, у каждого из нас есть похожие на того беднягу знакомые, которые пытаются показать себя богатыми, но совсем не являются такими. Мы также относимся к ним снисходительно и по-доброму, но картина в таком жанре была не единственной. Перед нами картина «Свежий кавалер». Мы находимся в маленькой, достаточно темной и бедно обставленной комнате, которая служит сразу и спальней, и кабинетом, и столовой. В комнате целит беспорядок. Посмотрите, на столе на куске газеты лежит вчерашний ужин. На полу мусор, разбитая тарелка и пустая бутылка. Этот весь беспорядок – последствия пирушки в честь получения ордена. Одежда вся разбросана неряшливо, да еще и кот, который безжалостно дорывает стул. У гитары все струны порваны, но ее отлично заменит канареечка под потолком. Постойте, постойте, присмотритесь, что это там под столом? Да это же вчерашний гость, который и так устал, что остался ночевать прямо под этим же столом. Бедняга. Жена орденоносца тычет ему обувью с порванной подошвой. В ответ на что главный герой, забывший снять попередки с головы, гордо хвастается полученным им чиновничьим орденом. Конечно, в эту минуту он выглядит жалко и даже смешно, но давайте посмотрим через волшебное слово Федотова «люблю». Теперь мы понимаем, что даже таким маленьким людям, как он, хочется хоть иногда погордиться хоть перед кем-нибудь своими достижениями, пусть даже такими маленькими. Этот орден так важен для него на вес золота. Конечно, давайте сделаем вид, что не знаем, что это самый распространенный и низший орден Станислава Третьей степени. Наверняка у вас тоже есть такой знакомый, который считает себя героем и хвастает даже из-за мелочей. Кстати, картина «Свежий кавалер» – это первое полотно художника, написанное маслом. А теперь пройдем в роскошную комнату. Тут и картины в золотой оправе, и камин в углу, и дорогой побугай в золотой клетке. Эта комната уже не молодой дамы. Пред ней, встав на одно колено, признается в своих чувствах горбун. Несмотря на то, что кавалер уже не молод, не сильно привлекателен и калека, девушка очень счастлива. Она с такой теплотой прижимает к груди букет, который только что подарил ей жених. Он настолько счастлив, что избранница приняла его предложение, что даже не заметил, как на пол упали шляпа, трость и перчатки, которые говорят о состоянии жениха. Собака виляет хвостом, радуясь за хозяйку, но рада не только она. Со всеми рядом, за шторкой, стоят родители девушки, которые очень волнуются, ведь этот горбун – последний шанс ихней дочери на личную жизнь. И этих героев Федотов тоже любил. Они выглядят очень искренними и счастливыми, ведь каждый имеет право на счастье. И молодой, и уже поживший, и здоровый, и калека. Люди должны быть счастливыми, независимо от материального положения, красоты и образованности. А лучше всего расскажут про сюжет картины, строки из басни Крылова «Разборчивая невеста». Невеста девушка смышляла жениха, тут нет еще греха. Да вот что грех, она была спесива. Сыщи ей жениха, чтоб был хорош, умен, и в лентах, и в чести, и молод был бы он. Красавица была немножко прихотлива. Но чтобы все имел, кто же может все иметь? Чтоб в одиночестве не кончить веку, красавица пока совсем не отцвела. За первого, кто к ней присватывался, пошла. И рада, рада уж была, что вышла за калеку. А про другие картины этого замечательного художника мы поговорим в следующем видео. Субтитры создавал DimaTorzok